спрятали одну комнату которую без нашей помощи вы не найдете где же делать стык напольных покрытий и как нужно не забывать делать за этим молдингом спрятался in my room это marketplace красивой мебели привет in my room добро пожаловать меня зовут людмила я архитектор которая в команде с бюро а и архитекция и бюро создали этот интерьер в котором есть нотки старомосковской квартиры в котором мы смешали несколько стилей обыграли сложности планировки а также спрятали одну комнату которую без нашей помощи вы не найдете мы находимся в квартире площади 138 квадратных метров в самом центре москвы с видом на храм христа спасителя а создавалась эта квартира для юной коренной москвички анастасии а кроме анастасии здесь живет маленькая собачка чура анастасия любит путешествовать и из своих поездок она привозит разные предметы искусства поэтому для нас было важно создать пространство в которое эти элементы могли бы без проблем вписаться в своих проектах мы не просто функционально зонируем в помещении мы приходим на самых первых этапах мы анализируем видовые точки пытаемся вкусить контекст места и отобразить его в интерьере то есть мы реально создаем интерьер в котором можно жить и эта квартира не исключение так как мы находимся в центре нам хотелось передать этот московский флёр и применить архитектурный подход к созданию интерьера так здесь появилась лепнина молдинги паркет и другие материалы ну а как мы это все совместили пойдемте смотреть пройдемте в самое сердце дома в кухню планировочно здесь необходимо было обыграть два несущих пилона именно поэтому появился такой портал который продиктовал все зонирование данной зоны пилоны можно обыгрывать разными способами как надстраивать устраивая хранение если он находится в центре помещения можно ставить к нему диван или каминную группу также телевизор есть много-много способов которые помогут ваш пилон обыграть и сделать фишкой интерьера здесь и во всей квартире установлены выключатели гиро я искала качественные выключатели идеально белого цвета и определенной формы квадратные в круглой рамке их я нашла в серии гиро studio они отлично отражают суть интерьера сочетание классики и современности рамка выключателя из прочного белого стекла она точно прослужит долго и ухаживать за ней легко просто протирать как любое зеркало пользоваться выключателями действительно удобно а прикасаться приятно сейчас поклонники темных интерьеров глубоко вздыхают но не отказывайтесь от своей идеи выключатели гиро studio есть и в черном цвете также возможно комбинация белого и черного установка доступна в двух вариантах первый вариант накладной монтаж для модных дизайнерских фишек и открытой электропроводки а еще есть второй это скрытый для классического интерьера и стандартной электропроводки а еще у гиро есть специальный конфигуратор через приложение на телефоне можно увидеть как понравившийся выключатель будет смотреться в вашем интерьере переходите по ссылке в описании чтобы выбрать себе эти и другие выключатели гиро и перейдем к самой кухне нам всегда не хватает мест хранения поэтому очень грамотным решением на мой взгляд будет сделать систему до самого потолка по левую руку расположен холодильник если у вас ситуация когда холодильник также как и здесь расположен у стены не забывайте сделать молдинг он позволит холодильнику беспрепятственно открыться а также в зоне морозил к нему может подойти плинтус в нашем случае и гипсовый молдинг далее у нас идет система хранения со скрытым лючком дело в том что данная кофеварка оснащена функции самоочистки подводом воды и канализации поэтому мы устроили здесь в лючке доступ с возможностью обслуживания сверху у нас также весь ярус в системе хранения там все что угодно можно хранить здесь встроенная микроволновка и духовка что за этой панелью я расскажу вам чуть позже за этой панелью интересная система хранения очень функционально островную часть кухни нам хотелось визуально выделить не только при помощи цвета и фактуры но также за счет подсветки по всему периметру что касается материалов на стене и на полу использован керамогранит изначально рассматривали мрамор однако он все-таки более подвержен различным воздействиям и поэтому мы заменили на керамогранит мрамор не практично использовать на кухне потому что он впитывает воду поэтому в этой зоне мы использовали глянцевый керамогранит чтобы можно было еще проще протереть поверхность а на полу из той же серии керамогранит но уже шершавый чтобы было без проблем по нему передвигаться столешница сделана из тонкой крупноформатной керамики это также подчеркивает воздушность кухни а также она заворачивает на боковину это очень удачное решение когда у вас кухня островного типа бывает что ставят фасад на это место либо просто боковину шкафа однако на мой взгляд когда заворачивать столешница это смотрится эстетичнее всего белые фасады и фасады цвета антрацит у нас сделаны из крашеного мдф казалось бы что на темных фасадах будут видны отпечатки пальцев как видите это не всегда бывает так совет если вы решаете делать темные фасады делайте их не глянцевыми это первое потому что на глянцевых однозначно будут видны отпечатки и второе съездите в шоурум посмотрите конкретные образцы фасадов потрогать их посмотрите на свету не остается ли отпечатков пальцев многие боятся в своих кухнях ставить мойки из нержавейки но на мой взгляд она просто неубиваемая однако перед нами стояла непростая задача что же делать с вытяжкой угольную вытяжку нам не очень хотелось интегрировать в эту кухню так как она все-таки менее производительная при этом воздуховод тоже не хотелось пускать поэтому мы сделали вытяжку встроенную столешницу воздуховод пустили в цоколе кухни однако в этой зоне вы тоже не увидите воздуховода потому что здесь он интегрирован в слой стяжки сделано дополнительное усиление и все это ради того чтобы попасть вот сюда а здесь у нас как раз вент шахта которую также нужно было учитывать при планировке и как видите здесь вы ее не заметите ну а теперь к хранению здесь с особым трепетом разработано наполнение ящичков шпанированные вставки ставки из бойлока алюминиевые перегородки здесь измельчитель посудомойка хранение подварочной панелью также с моими любимыми алюминиевыми перегородочками вытяжка и обычные шкафчики по верхнему ярусу расположены полочки аналогично сделано везде по кухне над мойкой сушка для посуды также среди аксессуаров существует такая настольная сушилка для посуды когда ты можешь взять кружку перевернуть и у вас возле раковина не будет никаких капель в данной зоне как и во всей квартире существует несколько сценариев освещения например рабочая зона подсвечивается отдельно также у нас отдельно включается подсветка островной зоны кухни подвесные светильники над столом и базовое трековое освещение что касается столешницы она выполнена из натурального мрамора и заботливо накрыта стеклянной накладкой стулья выполнены из натурального дерева и натуральной кожи они просто ультра удобные и выполнены в двух дизайнах округлый и более геометричный но похожие стол и стулья вы можете найти на маркетплейсе in my room внутрипольные конвекторы выбраны неглубокие чтобы уместиться в 15 сантиметров пирога пола решетка сделана на заказ и покрыта в тон напольному покрытию для нас было важным сохранить единый пояс потолочного карниза и не прерывать его карнизом для штор поэтому нами был разработан специальный крепеж как вы видите также он есть и в центре он разработан специально под этот проект для того чтобы штанга не провисала под весом текстиля ну а теперь то самое обещанное секретное место легким нажатием руки наша зона кухни превращается в элегантную постирочную отделка выполнена при помощи плитки кабанчика которая в своей коллекции имеет множество отдельных элементов как карандаши угловые стыковые элементы плинтуса и так далее обратите внимание на решение скрытого лючка за которым сантехнические гребенки а также систему хранения выполненную из влагостойкого мдф с матовым покрытием столешница акриловая под ней стиральной и сушильной машинки а также множество выездных систем хранения в том числе и сложных для бытовой химии из кухни в гостиную у нас переходит инженерная доска отдельная гордость то что по всей площади квартиры в жилых зонах нет ни одного стыка я остановилась в интересном месте где мы можем увидеть встроенные в пол лючки они здесь расположены не просто так здесь планируется расположение акустических колонок а с этой стороны в полу проложен кабель к проигрывателю когда-то в будущем он будет здесь стоять из этой гостиной открывается потрясающий вид на храм христа спасителя можно сесть в этот теркер взять чашечку кофе и почитать книгу если вы сейчас в стадии ремонта или хотите найти интересные интерьерные решения то подписывайтесь на канал in my room ставьте колокольчики лайки там множество решений от дизайнеров и не только а если вы сами хотите стать героями in my room tv пишите на эту почту планировочно мы поставили диван в центр гостиной нам это удалось потому что мы располагали большим объемом конечно если у вас гостина небольшая я так делать не советую отдельно хочется сказать о закладных им здесь уделено отдельное внимание потому что всегда неэстетично смотрится когда за телевизором торчат кабеля поэтому в зоне за телевизором расположены розетки в том числе и пустая розетка с крышечкой которая ведет к закладной трубе выходящей в нижнюю часть ниши это сделано для того чтобы можно было скрыть подключение оборудования к телевизору аналогично сделано и в зеркальной части далее давайте рассмотрим камин это биокамин благодаря которому вы сможете увидеть настоящий огонь как в загородном доме за счет топлива и спичек биокамин можно выполнять с защитным стеклом или без него в данном случае мы в этой части разместили специальную панель которая создает 3d эффект горения пламени дополнительно по подсветке мы также применили эффект парения за счет светодиодной ленты расположили бра систему хранения нижняя часть специально оставлена больше чтобы можно было разместить большие альбомы по запросу заказчица и обратить внимание на такие мелочи как полочка в уровне с молдингом это не бросается в глаза но такие детали всегда смотрятся эстетично для нашего стиля свойственны горизонтальные линии безусловно в том случае если нам может позволить высота потолка и широкие горизонтальные пояса в виде мдф плинтуса а также гипсового широкого карниза подчеркивает наш старомосковский дух перед нами стояла непростая задача как сюда вписать приточно вытяжную вентиляцию мы решили это за счет фрезеровки в гипсовом карнизе он выполняется сразу же с такими вертикальными прорезями единственное что важно уделить внимание цвету пространство за этими прорезями оно обязательно должно быть черным чтобы не просвечивалась вентиляционная установка потолок изначально был высотой 320 после ремонта он стал три метра в этой зоне мы не прокладывали никаких коммуникаций если обратите внимание вытяжка у нас расположена по эту сторону также в зоне кухни а все коммуникации к решетке подходят с низкой зоны потолка в зоне коридора и прихожей порталы обрамлены панелями из мдф а также наличниками у них есть своя база в которую примыкает напольный плинтус интересно было решить задачу стыка наличника и этой панели обычно это происходит за счет щелки которая со временем начинает жить своей жизнью и где-то разойдется больше где-то меньше потому что мдф у нас шпанированная и играет со временем здесь же мы решили сделать фрезеровку на этой гладкой поверхности и спрятать стык примыкания в теневой зазор по всему периметру из условной зоны коридора мы попадаем в более интимную зону спали здесь расположена система хранения за рельефными мдф панелями с полками и со штангой примечательно что если у вас не хватает глубины шкафа 60 сантиметров для плечиков вы можете использовать штангу которая вешается перпендикулярно она есть на разные размеры и далее мы попадаем в мастер-гардеробную по эту сторону у нас бронзовое стекло с легким напылением система хранения также специально обсуждалось потому что у нас заказчицы путешествуют что в нижней части и верхней специальные отделения для хранения чемоданов по другую сторону зеркальная часть с раздвижными дверьми она сделана специально такой чтобы визуально пространство казалось больше здесь также система хранения интересно обувница нашей хозяйки очень много обуви мы сделали ее в несколько рядов и обыграли несущий пилон обратите внимание на потолок здесь также гипсовые карнизы со встроенным лючком для обслуживания кондиционеров с базовым трековым освещением но особое внимание хочется уделить именно монтажу раздвижных перегородок необходимо устраивать специальную закладную в которую можно было бы закрепить такие крупные полотна в мастер-спальне основным акцентом является обои ручной работы роспись на шелке после монтажа обоев приезжал специально художник чтобы дорисовать лапки этой птички и доработать какие-то мелкие детали чтобы вписать именно в наш молдинг чтобы все смотрелось как картины или как окно также в этой спальне по пожеланию заказчиков вы не увидите телевизор однако все выводы для него предусмотрены и переданы заказчику в исполнительной документации интернет и тиви и обычная розетка так как у нас большая мастер гардеробная в спальне нет никаких мест охранений зато есть замечательный мини балкон в центре москвы распространенная история в том что нельзя трогать никакие фасады здания мы не могли повесить там бра и каких-либо источников света максимум это поставить два креслица из мастер-спальни мы можем попасть в мастер-ванну как вы видите здесь устроена дверь из двух раздвижных полотен в целом раздвижные двери не самая лучшая идея в ванну если не предусмотреть специальных звукоизолирующих вставок которые не только ограждают спальню от звуков но и от света при проектировании раздвижных дверей важно уделять внимание выключателем чтобы при раздвижке двери не перекрывали их также они у нас дублируются в с внутренней стороны мастер-ванны кроме того у этих дверей хочется подчеркнуть нарочито брутальный механизм это мы сделали специально чтобы придать некоторую некоторую вкусность интерьеру такими брутальными деталями пройдемте в мастер-ванну здесь по пожеланию заказчика мы не стали располагать ванну а сделали комфортную душевую в напольном покрытие использована фактурный крупноформатный керамогранит на стенах глянцевый для удобства эксплуатации с этой стороны у нас расположены ниши для хранения различных гигиенических принадлежностей когда мы формируем такие ниши нужно не забывать делать небольшой уклон для стока воды а также это эстетично смотрится когда плитка даже тонкая керамика запилены под 45 градусов рекомендую не отдавать дань моде и все-таки делать порожки в душевых так вы исключите попадание влаги на сто процентов в данной душевой дверь открывается наружу однако неплохим решением бывает открывать и внутрь чтобы конденсат стекал сразу же внутрь но здесь по согласованию и планировочному решению мы смогли себе позволить такое открывание данная столешница выполнена из мрамора запилами на 45 чтобы создавалось впечатление одного единого большого слева здесь расположены системы хранения эта столешница плавно переходит в подоконник при этом зона радиатора расположена за решеткой выпиленной из того же мрамора хочу обратить ваше внимание на узлы примыкания они часто не бросаются в глаза изначально хозяину квартиры но оставляют свое впечатление где-то на подкорке и и так в данном случае в одну точку у нас приходит решетка из мрамора керамогранит запиленный под 45 зеркало запиленная под 45 и все это встречается вот здесь примечательно что все эти работы производятся в разном порядке и важно структурировать и организовать работу так чтобы все в итоге пришло в идеал поехали дальше здесь у нас организована зона хранения и техническая зона с оборудованием проточный водонагреватель электрический ниши мы всегда укладываем эстетично потому как самому хозяину тоже туда заглядывать с этой стороны сделаны ниши с полочками а также одна задняя панель снимается для доступа к ревизии канализации отдельно хотелось бы уделить внимание зеркалу она у нас не простое а с подсветкой и запилом под 45 толщина для подсветки необходимо 20-25 миллиметров выполняется но на заказ тонкая полоска изящная матированного стекла из-за которой светодиодная лента дает свет внутрь помещения и удобно наносить макияж или какой-либо уход в данном интерьере нам очень повезло потому что обе ванны и комнаты имеют окно с естественным освещением и сейчас мы с вами попадаем в гостевую спальню поистине самое романтичное помещение всей квартиры в четырех молдингах как будто в окошках или в рамах расположились обои ручной работы роспись по шелку магнолии кровать особое внимание хочется уделить этому бра изначально в проекте его предусмотрено не было но когда мы с анастасией побывали в шоуруме и увидели то поняли что она нам просто необходимо но как же сделать вывод мы вышли из положения от розеточной группы возле кровати сделали открытый ретро кабель к необходимой нам точке и на мой взгляд отлично вписалась в романтичный флер спальне этот стол выполнен из натуральных материалов с кожаной обивкой с натуральными латунными вставками а также системой небольшого хранения также мы видим тумбу с телевизором для которых также предусмотрены выводы и закладные мы сейчас находимся возле гостевой спальни в гостевой гардеробной она небольшая однако вместительная здесь есть и хранение с полочками ящичками а также штанга и брючница фасады шкафа выполнены зеркальными чтобы расширить это пространство сейчас мы в гостевой ванне здесь хочется уделить внимание моменту где же делать стык напольных покрытий и как мы его делаем за счет пробки а расположение шва должно приходиться на середину полотна двери чтобы не было видно ни с той ни с другой стороны чужеродных напольных покрытий чтобы это рассчитать нужно понять куда будет открываться дверь взять плоскость стены и отложить в обратную сторону от открывания два сантиметра так вы попадете четко в центр полотна двери однако будьте внимательны со стеклянными дверьми у них толщина полотна меньше по отделке данная ванная выполнена в крупноформатном керамограните с минимальным количеством стыков стыки старались сформировать таким образом чтобы они попадали на переломы геометрии также радиаторная решетка встроенная раковина подсветка у зеркала как и в мастер спальня дверь лючок над унитазом и душевая перегородка вместительная столешница переходит в зону ванной формируется зона скрытого хранения а кроме того для гигиенических принадлежностей у нас также предусмотрены полочки с уклоном для обслуживания подобного типа ванн где слив перелив находится по центру особенно важно обеспечить доступ к сифонам это мы можем сделать за счет скрытого лючка обратите внимание на уровне отделки в данном помещении в нижней части у нас керамогранит верхняя покраска однако перепада в глубине вы не увидите так как верхней части добавлен еще один слой гипсокартона поэтому ни пыли ни грязи там собираться не будет зону прихожей гостиной разделяет огромный каменный слеп прошу обратить внимание что у него нет стыков сейчас это смотрится как должное но где-то за кадром остались 12 крепких ребят которые этот огромный слеп тащили на четвертый этаж по лестнице по коридорам и как-то смонтировали его здесь обратите внимание на плинтус небольшая подсечка сделана здесь не случайно если бы не она не получилось бы замонтировать слеп в верхнюю подсечку с подсветкой обратите внимание на этот арт-объект современного художника йохана холтс которому хочется передать отдельный привет и благодарность проходим зону прихожей несмотря на то что она решена в такой сдержанной цветовой гамме у нас есть такие свежие акценты в виде пуфика также обращаю ваше внимание на нишу с полочками напольное покрытие прихожей выполнено из керамогранита он наиболее функционален в уходе данной зоны особенно учитывая то что у анастасии есть крохотная собачка однако по периметру мы смогли позволить себе сделать пояс из мрамора по эту сторону прихожая у нас расположилась гардеробная для верхней одежды зеркала расположили на внутренней части гардеробной здесь куртки большая зона хранения обуви и всяких мелочей нам нужно было интегрировать оборудование в зону прихожей таким образом за этим молдингом спрятался силовой щит а за этим молдингом слаботочный щит так как на этом лючке расположена панель домофона мы оставили свободный кабель позади него за счет этого створка с легкостью открывается по эту сторону стена отделана рельефными mdf панелями пластика которых подчеркивается за счет света хочется обратить внимание что важно при проектировании особенно интерьеров с такими панелями обращать внимание под платформой для светильников и для ручек по цветовому решению вся квартира выполнена в основном в едином белом цвете интересно что эта краска абсолютно базовая без какой-либо колеровки за этими рифлеными панелями прячется дверь-невидимка которая позволяет нам попасть в гостевой санузел интерьерное решение данного санузла строится на цветовом насыщении верхней части как стен так и потолка примечательно что для восприятия человека привычнее сочетание темного низа как земли и верхней части светлый здесь же мы поиграли и поменяли наоборот за счет этого достигли эффект кулуарности и некоторой интимности в отделке использованы шелковые обои с ручной росписью прошу обратить внимание что стыки обоев это не дефект при ручной росписи невозможно попасть тон в тон поэтому это считается нормой и даже некоторым шиком который подчеркивает handmade данной отделки поэтому не удивляйтесь если видите в таких обоях стыке по отделке двери-невидимки важно изначально учитывать толщину отделки как со стороны прихожей это мдф панель здесь в районе 16 миллиметров а с внутренней стороны также обои наш room tour подошел к концу надеюсь вам все понравилось а если остались какие-то вопросы пишите пожалуйста в комментариях я с удовольствием на них отвечу а также in my room ждем тебя на других наших объектах пока пока а